Новогоднее блюдо куриные рулетики. Посмотрите, какая красота! Большое преимущество, что готовятся они очень быстро и получаются очень вкусно. Посмотрите, что у нас внутри. Какой рулетик. Вот видно, что сыр очень вкусный и курочка хорошо приготовлена. Всем привет, друзья! С вами Олег Лейман на канале «Надесь свой рецепт». Всех наступающим Новым годом! Обязательно смотрите видео до конца, вы будете удивлены сегодняшним рецептом. Сегодня мы будем готовить мясные рулетики на новогодний стол. Очень вкусная штука, смотрится так же красиво. Всегда говорю, что это важно для меня и важно особенно на праздник, чтобы смотрелось хорошо. Делаются они из любого мяса. Из мяса индейки, из мяса свинины, из говядины. Мы сегодня будем делать из мяса курицы. Посмотрите, как должна выглядеть свежая курица. Курица должна хорошо выглядеть, у нее должен быть свежий вид, запах хороший. Ни в коем случае, чтобы она не была какая-то посиневшая. Но я думаю, вы все видели цвет здоровой курицы. То есть, обратите внимание, ингредиентов немного совсем. Времени тоже на это понадобится немного, а получится вкуснятина. Первое, что мы делаем, мы нарезаем, берем куриную грудку. То есть, вот она в таком виде. Она иногда продается уже сразу в таком виде. Если вы купили курицу, можно вырезать грудку. И поступаем следующим образом. Кусочек у нас достаточно толстенький, нам нужно разрезать его пополам. То есть, вот здесь, с этой стороны, где верхняя вот эта толстая часть, аккуратно ножичком вот так подцепляем. Нож для этого должен быть острый, чтобы было удобно работать. И срезаем вот так вот аккуратненько нашу курицу. Срезали, и у нас примерно две одинаковые части получились. Ну, если одна будет, например, чуть тонче, чуть толще, это не принципиально, да, не сильно важно. Сейчас нам нужно будет ее хорошенечко отбить. Для этого нам понадобится салфановый пакет, чтобы мясо не разлетелось по комнате, да, чтобы нормально все прошло, да. Накрываем пакетиком. И начинаем аккуратненько молоточком вот так вот по пакетику постукивать. Слишком сильно увлекаться не нужно, да, бить очень сильно, чтобы у нас не порвать мясо. Мясо должно остаться целым, не порванным. То есть оно должно выглядеть примерно вот так. То есть обратите внимание, да, что мясо, оно хорошо вот так вот сплюснулось, да, мы его хорошо отбили, но при этом оно целое. И оно без дырок, оно не порвалось. Это важно. Далее, после того, как отбили, немножко надо будет по вкусу поперчить и посолить. Друзья, это по вкусу. Здесь уже каждый, кто как любит, делает. То есть немножко перца. Кто-то вообще не любит перец, да, это уже предпочтение. Каждого. И немножко соли. Поперчили, посолили, друзья, и положили эти кусочки в сторонку. Они нам сейчас пока не понадобятся. Прямо на салофановый пакетик убрали в сторонку. Берем оставшиеся кусочки и проделываем ровно то же самое с каждым кусочком. Поехали. С курицей разобрались. Убрали все лишнее со стола, чтобы нам ничего не мешало. Курочка у нас постоять должна минутам 10-15, чтобы она хорошо пропитала солью и перцем. Тем временем мы займемся очень важной деталью нашего блюда. Это начинка. Начинка у нас будет состоять... То есть мы ее будем комбинировать по-разному. Тут уже тоже дело вкуса. Можете, кстати, какую-то свою любимую начинку поместить туда в рулетик. Рулет это же и подразумевает, да, что будет начинка. То есть сначала нарезаем сыр. Сыр твердых сортов мы берем. Российский сыр. Нарезаем вот на такие вот брусочки. Вот таким вот образом нарезаем сырок. Движениями простыми. Далее два малосольных огурчика. Можно взять соленых. Режем. Один огурчик напополам и другой на четвертинки. Чтобы получилось 4 примерно равные части. Сейчас берем оливки. А у нас в данном случае маслины. Можно взять в принципе оливки и разрезаем пополам. Ровно пополам. Вот прям штучек 10. Вот так вот пополам их. Очень вкусно пахнут. Начиночку убираем в сторонку. Пускай она у нас здесь полежит в тарелочке. Мясо уже достаточно полежало. Пропиталось солью и перцем. Вот берем кусочек. Берем аккуратненько начинку. Я уже говорил, да, что мы комбинируем. То есть мы можем добавлять сыр с огурцом и всяко-разно комбинировать начинку. И аккуратненько, но очень плотно. Нам надо плотно завернуть это. Это все дело. Вот таким вот способом. Придавливая. Заворачиваем. Ведем наш маленький рулетик и обваливаем его в панировке. В качестве панировки у нас обыкновенные панировочные сухарики, которые вы можете сделать сами, да, произвести. Можете пойти купить в магазине. Что еще проще. Обваливаем аккуратненько. И прямо аккуратненько, но не спеша, вот так вот ручками обваливаем, чтобы панировочка хорошенько, хорошо-хорошо прилипла к курице. Хорошенечко обваляли в панировке и убираем в сторонку. Пускай наш мини-рулетик лежит, мы тем временем принимаемся за следующий. Можно добавлять соусы. Соусы на ваше усмотрение. Я в данном случае возьму обыкновенный шашлычный кетчуп. Он будет очень кстати здесь. Рекомендую всем. И буквально немножечко на ложки. То есть у нас чайная ложечка. Немножко. И вот такими вот движениями наносим соус, кетчуп прямо вот так вот на курочку. И размазываем его хорошенько. В середину кладем огурчик. Можно взять маслины. Несколько штучек. Одна штучка, да? То есть по половинке. И также аккуратненько заворачиваем. Далее панировка. Вот такой вот красивый у нас мини-рулетик второй получился. Я думаю, что вы уже поняли, что это очень просто. Аналогично делаем все рулеты так же, комбинируя начинку. Ну то есть аккумбинировать, я думаю, всем понятно как, да? Это делать только с сыром. Сейчас все варианты, скажу, существующие, которые только могут быть. Только с огурчиком. Огурчик с сыром. Огурчик с маслиной, да? Либо оливкой. Так же сыр с маслиной и с оливкой. И все по отдельности. То есть все в принципе понятно. Вот наделали наших заготовочек. Сейчас идем к плите. У нас огонь включен на самый высокий градус. Вперед. Сковородочка хорошенько накалилась. Она горячая, прям я это чувствую. Сейчас нам надо будет добавить масло. Маслице добавляем немножко, буквально две столовые ложечки, чтобы дно скрылось у сковородки. Добавляем масло. И затем масло должно раскалиться, прежде чем выкладывать курочку, да, на рулетики. Надо, чтобы масло хорошо раскалилось. То есть мы проверили панировочкой. Кусочек панировочки кинули. Видно, что если оно зашипело, значит масло накалилось. У нас температура на самом высокий огонь стоит. То есть у нас три деления. Мы ставим на две с половиной, немножко убавляем. Берем наши рулетики. Принцип такой, что рулетиком нам надо класть швом вниз. То есть это очень важный принципиальный момент. Швом вниз выкладываем на раскаленное масло. Швом вниз это очень важно. И кладем столько, сколько влезет в сковородку. От плиты ни в коем случае далеко не отходим. Курица готовится очень быстро. Дуквально несколько минуток пожарили, посмотрели. Шовчик зафиксировался, перевернули аккуратненько. И так каждый кусочек. Нам надо, чтобы курочка жарилась до золотистости. Она была такая поджаристая, вкусная, ароматная. Как вы видите, я перевернул курочку на бочок. И есть необходимость, так же будет перевернуть на другой бочок, когда она поджарится хорошо с той стороны. То есть и так надо жарить с каждой стороны, чтобы наши рулетики были под золотистой, чтобы не было белой стороны. Ни одной. Наши рулетики готовы. Очень важный момент, что как только мы их с каждой стороны дожарили до золотистости, мы убавили огонь на самые низкие, накрыли крышки. И это у нас еще томилось где-то минуток 5, ну максимум 10. Сейчас очень важный этап, это оформление, подготовка блюда. То есть мы берем тарелочку, раскладываем кругом пекинскую капусту, либо лист салата, на ваше усмотрение. И аккуратненько выкладываем наши рулетики, чтобы это все очень красиво, гармонично смотрелось. В общем, показываю. Где-то тут немножко даже сыр выделяется, потек. Все очень ароматно и хочется скорее это попробовать все. Что у нас получилось. Красивенько разложили рулетики и последний этап. Завершаем украшением черри. Помидорки черри сейчас актуальны зимой. Какие помидоры еще купить черри? Они самые свежие, самые лучшие, самые вкусные зимой черри. То есть украшаем помидорками вот так вот. Очень просто. Раскладываем по кругу. И в центр. Последний вот такой момент. Посмотрите, какая красота получилась. Наконец-то подошли к дегустации. Самое время попробовать, что у нас получилось. Подается это блюдо вот в таком вот виде. Когда каждый ест, каждый кушает так, как он хочет. Я вот иногда так кушаю, заворачиваю. Очень удобно. И прямо ручкой можно кушать. Можно разрезать, положить на тарелочку. Давайте посмотрим, что у нас внутри рулетика. Разрезаем рулетик. В общем-то очень удобно на самом деле кушать ручками рулет. Вот видно, что сырок здесь расплавленный. Курочка очень хорошо приготовлена. В качестве зелени очень хорошо идет лист салата, капуста обыкновенная или капуста пекинская. В общем, пробуем. Очень ароматная кушечка. Еще сырок там растекается. Чудесное новогоднее блюдо, друзья. Очень вкусно. Обязательно приготовьте по этому рецепту, пересмотрите видео. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всех наступающим. Всем пока.